сегодня на земном шаре насчитывается более трех тысяч различных групп людей объединенных различными факторами и обстоятельствами и называющих себя народами они находятся на разных материальных и культурных уровнях имеют разное наследие доставшиеся им от своих предков разбирая культурное нематериальное наследие этого множества народов мы обнаружим песни танцы сказки пословицы и поговорки загадки и притчи все чем развлекали себя люди до появления интернета смартфонов и голливудских фильмов как свидетельствуют ученые лишь 35 народов из более чем трех тысяч имеют свой собственный эпос получается что лишь один народ из 87 обладает этим уникальным явлением культуры согласитесь что наличие по средчайшее явление не только национальной но и мировой культуры а в чем же тайна устного наследия джангар а в том что джангар не единственный эпос айратов может быть он самый большой самый разработанный и изученный но никак не единственный долгое время лишь узкий круг ученых знает о том что айраты подарили миру четыре эпоса остается догадываться что думали первые исследователи увидев почти не существующий народ который обладает культурным наследием гораздо более огромным чем индусы греки англичане немцы испанцы и другие скорее всего что это невозможно и что этого не нужно знать многим может быть именно поэтому до сих пор должного внимания этим уникальным материалом не уделяется вовсе и даже в некотором смысле наше наследие до сих пор скрывается в толстых архивных папках грифом для внутреннего пользования или доступ разрешен только сотрудникам в работе монголо-айратско героический эпос советский академик борис яковлевич владимирцев указывает что волские калмыки и араты и айраты западной монголии до сих пор устно передают из поколения в поколение свои героические эпосы хан харангуй дайник юрюль бум эрдини и джангар конечно эти малоизвестные эпосы уступают джангару но с точки зрения фольклористики полноправно являются эпосами и по героике персонажей и по размаху быслий айратские монастыри в отличие от халхасских всегда покровительствовали сказителям эпосы песни легенды и предания не только передавались устно но и фиксировались на то дубичик эти героические сказания разные ученые кропотливо собирали на территории бывшего джангарского ханства и увозили к себе в надежде что изучат их даже если не они то их далекие потомки увы но сейчас к этим архивом доступа нет и наше наследие стало похоже на сено на котором сидит злая собака что скрывает древние рукописи неизвестных айратских эпосов о чем пели наши предки кроме джангара можно ли считать завистью других народов то что от наследников айратского ханства джунгарского ханства скрывает их наследие кем были айраты подарившие миру четыре эпоса и самый главный вопрос если сейчас те кто вернет историческую справедливость найдя и изучив наше наследие кто заявит миру об уникальности нашего народа его наследие по материалам статьи давида горяева и тохи калмыцкого команда канала зан онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением максим цеденов